Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Юля. Девочка младшая сестры 16 лет. Имеются панические опеки, передались по наследству от отца. Ей в этом году сдавать ЕГЭ. Сейчас начались серьёзные проблемы со здоровьем, ментальным. Мы с ней очень близки, но даже со мной она поделилась с Юлей ЕГЭ. Дней 4-5 назад у неё случилась очень сильная паническая атака в школе. До этого была ремиссия 2 месяца. После этого они случались по 2-3 раза в день. В течение трёх дней. В отличие от меня они у неё проходят серьёзно и очень трудно с этим справиться. Обратиться к психологу или к психиатру она не может, потому что родители наши против, как они говорят, такого типа врачей и не верят в них. А ей только в 16 и записаться сама она не может. Я пыталась только раз поговорить с ними, но как об стенку. После этих приступов она не ест. На данный момент уже четвёртый день. При упоминании еды ей начинают сразу точнить. Раньше такого не было никогда. Еле-еле заставила её выпить йогурт сегодня. Также началась бессонница. Наложиться в 10 ворочек, с 43 встаёт в 7. Усталость именно физическая от этого никакой не чувствует. Купила себе в аптеке снотворное. Один раз приняла его в 2 часа ночи, когда не могла заснуть. Но я ей посоветовала в таком состоянии не пить его. Сама психологически она будто бы в постоянном состоянии деперсонализации. Как прямо сразу после панической атаки. Сейчас она очень голодна ко всем. Ей начали раздражать любые шутки и веселья одноклассников. У неё есть парень, они встречаются 2 года. После кризиса в отношениях у них сейчас наступила настоящая идилла. Однако она сказала, что сейчас у неё резко отрубило эмоции к нему. Пропало полностью сексуальное влечение и какие-либо чувства. Вот была очень сильная любовь, потом щёлк и вообще никаких эмоций. Он ей сейчас по эмоциям не больше, чем просто друг. Хотя они живут вместе. И с родителями. Она постоянно себя грызли от садов, что пропали чувства к парню. За то, что скоро гига, постоянная нарастающая тревога. Она пыталась понять причину тревоги, но её нет. Просто беспричинная и очень сильная постоянная тревога. Она начала просто срываться и плакать. И она сама не понимает, почему плачет и никаких причин нет. Она сама это искренне признаёт. Говорит, что сейчас внутри всё запутанно. Голова мутная. Она может только сидеть в школе, отсидеть в школе. А что-то усвоить голова просто не может. Она пробовала писать это угнетение. Вот я винил себя, у меня нарастает тревога. Я не понимаю, почему меня как будто бы всё ломает всё тело. Она пыталась понять, почему произошла паническая атака. Но не знаю, всё было хорошо. В тени у меня тоже раньше случались беспричинные панические атаки. Но сейчас их уже очень давно не было. Что ей делать? Как помочь? Можно ли как-то записать её к специалистам, чтобы она пошла очень? Смотрите. Я не буду читать в данном случае ответы своих коллег. Поэтому если будут какие-то пересечения с тем, что мои коллеги вам ответили, то, соответственно, прошу меня за это извинить. Самое лучшее, что вы можете сделать при наличии у вас такой возможности, при наличии у вас средств для этого, самое лучшее, что вы можете сделать это формально, 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 записаться вместе с ней к психологу. Да? То есть вот вы как-бы вместе с ней записываетесь к специалисту. Типа для проработки своих проблем, например. То есть, ну, вы вместе с ней просто идёте к психологу. Вы вместе с ней. Вот. И она просто работает с психологом, а вы как-бы вот, ну, вы выходите, оставляете её и всё, она работает со специалистом. Вот. И, в принципе, я бы сказал, что цель в таком случае, ну, более чем достигнута. На мой взгляд, по крайней мере. То есть, мне кажется, что это вариант самый такой приемлемый, что ли. Может быть, для вас это вариант самый приемлемый. Это то, что вы можете сделать прямо здесь, сейчас, с учётом, вот, той ситуации, которую вы, ну, которую вы описали, да. С учётом, с учётом тех, вот, сложностей, которые вы озвучили и так далее. То есть, на мой взгляд, на мой взгляд, это самый лучший вариант, который вы можете сделать. Ну, вот. На данный момент, по крайней мере. Исходя из того, что вы написали. Дальше. Значит, если мы говорим сейчас про то, как ей можно помочь, то я бы, ну, в какой-то степени переключил бы ваше внимание с поиска причин панических атак, да. Потому что, с моей позиции, с моей точки зрения, знание причин панических атак, и вообще знание причинчиво либо, не так важно. Как важно то, значит, что происходит с человеком непосредственно, вот, здесь и сейчас. Вот, это, на мой взгляд, куда более важно, потому что, ну, как бы, тревога, да, тревога. Паническая атак, это следствие тревоги. А тревога является, в данном случае, ну, как бы, как бы сказать, ключевым аспектом. То есть, вот, именно, вот, некое такое чувство угрозы чего-то. И паническая атака, это как способ выразить агрессию. Агрессия здесь, эм, я, я прошу вас, агрессию здесь воспринимать, эм, как, эм, естественную форму защиты. То есть, агрессия, это не, эм, ну, не, не, не так, эм, здесь воспринимается, как, может быть, эм, в привычном бытовом, эм, смысле этого слова. Вот. То есть, тревога, это угроза, а угроза, это, соответственно, эм, не то, что человек, эм, принимает не то, к чему человек. Легко относятся, к сожалению, потому что, очень часто, эм, причи, эм, ну, эм, сами основания для угрозы, эм, вытесняются. Вот. Эм, именно по причине того, что человек испытывает стыд. И, эм, нужно это исследовать, ну, вот, поэтому я бы сказал, эм, что, эм, если вот и разговаривать, да, эм, с ней, то не о банальной тревоге, да, то есть, понимаете, когда, когда мы задаём такой вопрос человеку, когда мы, когда, когда мы говорим, эм, ну, например, например, когда мы говорим, эм, что тебя тревожит, да, вот, то мы часто достаточно, эм, достаточно часто мы совершаем действие обратно противоположное. То есть, знаете, когда, эм, эм, ну, когда человеку говорить, да, вот, ну, ты поплачь, ты поплачь, например, а человек, как бы резко, эм, ну, перестаёт плакать. То есть, это вот, что, обратное действие, то самое здесь. Эм, я бы рассматривал, эм, данную ситуацию с точки зрения того, что ей вообще нравится, не нравится. Сейчас, просто того, что происходит в ее жизни. Вот. Я бы рассматривал, эм, ситуацию с той точки зрения, эм, что, эм, вот, где она чувствует, эм, что себя подавляет. Я бы рассматривал с точки зрения, эм, я бы рассматривал, эм, то, что происходит с точки зрения того, эм, где есть ощущение несвободы у человека. Я бы рассматривал, эм, с точки зрения того, где она чувствует, эм, сжатие, где она чувствует, эм, зажим, где она чувствует, эм, психологические сужения. То есть, когда она чувствует, что уменьшается психологически. Вот. Вот это, на мой взгляд, эм, те вещи, которые, эм, казалось бы, напрямую с, эм, паническими атаками, может быть, не связаны. Напрямую не связаны. Но по факту очень даже связаны. Вот. Именно тем, что тревога – это следствие, следствие, игнорирование, или, если называть вещи своими именами, то вытеснение, эм, чего, чего-то, что не нравится, чего-то, что не устраивает, чего-то, что напрягает, чего-то, что он вызывает процесс и так далее. И часто, да, эта же самая причина является основанием для эм, стыда. То есть, мне что-то не нравится, вот, эм, меня что-то не устраивает, но я себя за это виню. Вот. Это, эм, вот, именно такая парадигма. Эм, следующее, вот, на что хотелось бы, пожалуй, обратить ваше внимание, это, э, то, что, э, вы, вот, пишете, э, э, что, э, значит, у вас родители, вот, э, такие, значит, которые, вот, э, э, ну, психологов, да, они очень любят и жалуются. Вроде как, с одной стороны. Вот, с другой стороны, э, 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 ваша сестра уже в, э, довольно юном возрасте живёт вместе с парнем, при этом с его родителем. То есть, э, 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 как бы, э, на мой взгляд, э, здесь налицо, э, некоторое смещение в развитии, э, вот, ну, потому что, э, э, человек эмоциональный, психологический, ещё не окреп, для того, чтобы, э, проживать совместно, там, с другим человеком. То есть, э, я не против того, что она делает, я ни в коем случае не против, я просто говорю о том, что, вот, то, что вы изгадали, ну, выглядит, как бегство, то есть, бегство обставителей, вот, э, избегание, э, э, ну, вот, ну, именно избегание, вот, 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 э, избегание, это, э, нежелание встречаться, встречаться с чем-то, вот, э, сейчас там, э, того, что родители у вас, э, у вас, э, ну, далеко, э, получается, не сам, не сам эмпатичный, я думаю, что, э, здесь есть, э, такая вот, э, системная, что называется, э, невнимательность к, э, ну, как бы, системная невнимательность к, э, к тому, что происходит в, э, э, психологической жизни человека, то есть, э, э, вот, э, 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 э Это больше именно про внимательность, невнимательность со стороны родителей, а именно к жизни своей дочери, в том числе и вас. И соответственно, как результат, а у ребенка вырабатывается свой пониженный интерес к тому, что с ней происходит. То есть, если родители не очень, ну не очень, скажем так, заинтересованы в том, как живет, например, человек. Если родители не очень заинтересованы в том, что происходит с ребенком конкретно, то с какой стати ребенок будет к этому относиться более позитивно и более конструктивно. То есть, давайте будем честны, что интереса к себе, к своей жизни у вашей сестры и, наверное, у вас, у вас, может быть, в меньшей степени не так много. Вполне возможно, что есть какие-то обиды, которые вытесняет девочка на своих родителей. Вполне возможно, что есть какие-то обиды у вас, которые вы не транслируете, да, но переносите на свою сестру. Не в том смысле, что вы, как бы, заражаете ее, в том смысле, что если вы, например, за что-то на родителя обижаетесь, то ваша сестра может, в принципе, делать то же самое. С этим никаких проблем не возникнет. Вот. Мне кажется, что есть некая такая неопределенность, как будто бы, в том, что вы описываете. То есть, с одной стороны, вы, вроде бы, производите впечатление на серьезный человек, а с другой стороны, не совсем понятно, как бы, хотите ли вы такие помощи очные или хотите ли вы такие помощи заочные, да, вот. И спрашиваете, можно ли ее как-то записать к специалисту. Очень очно. Мне не кажется, что вы в данном случае обратились по адресу, потому что многое зависит от города, от места, где вы живете и так далее. Заочно в данном случае онлайн было бы проще. Вот. Но, в то же время, конечно, эффективнее все-таки очная встреча. И, как бы, если вы говорите, что для нее в силу возраста нет возможности, вот, это сделать, то вы можете вместе с ней опроситься, вот, ну, натурально, просто, вот, как консультация двух сестер, а, там, и так далее. Вот. 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 И все. Я вам дал некоторые направления, больше ничего сказать не могу, потому что есть профессиональная этика, которая не позволяет нам обсуждать третьих лиц. Вот. Я надеюсь, что вы понимаете, я постарался максимально, 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 отграниченно дать определенное направление. Вот. Я не хотел бы говорить про вашу сестру, потому что, это ее жизнь, и она, ну, непонятно в данном случае, а согласна ли она с тем, что бы вы рассказывали вот так про нее, в том числе интимные какие-то вещи. Вот. 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 Поэтому, тут вот вопрос профессиональной этики достаточно актуал, достаточно актуал. Что касается вас, то удивительное дело, вы говорите, что напряжения у вас вроде как нет. Вы говорите, что, ну, по факту вы говорите, что панических атак у вас нет так же. Я вам верю. Я верю вам, я верю в то, что у вас, ну, нет панических атак. Но, в то же время, я ощущаю напряжение, которое от вас исходит, я ощущаю некую напряженность, и не могу, да и не хочу, в принципе, это игнорировать. Мне кажется, что это довольно важный аспект, на который нужно обратить вам внимание. Потому что это может влиять на, ну, на ребенка, на ребенка, что может влиять. И, соответственно, соответственно, необходимо вам в том числе работать над собой. Чтобы транслировать ребенку корректное сообщение, корректный месседж. Вы же, на мой скромный взгляд, сейчас пытаетесь ее контролировать. Вот, сейчас вы говорите ей не пить новую орнюю, вы говорите, вы заставляете ее пить йогурт. То есть, по сути, вы, значит, ну, как бы заменяете ей мать. То есть, это не очень хорошая тенденция, потому что вы не мать, вы и сестра, вам имело бы смысл оставаться для нее все-таки сестрой. Как бы вам не хотелось, ну, вести себя по отношению к ней по-другому. То есть, контроль, это не та история, которая может привести их к чему-то хорошему, в данном случае. Я понимаю, что вы за нее переживаете, я понимаю, что вы хотите как лучше, но обратите внимание, что человек себя винит. Вот, а вина, это следствие, как раз-таки контроля других людей. Вот, ну, то есть, когда человек, как бы, типа, я делаю это для тебя. Типа, я тебе започусь, но здесь есть обратная сторона. И вот это серьезная проблема. Поэтому вам нужно перестать. Вы для нее малы. Это не очень хорошо. Надеюсь, надеюсь, мой ответ вам немножечко хотя бы помог. А, и, соответственно, мы получили для себя какие-то, ну, ну, получили, получили какое-то представление о том, что вам делать дальше. Хотя я и понимаю, и понимаю, что, скорее всего, проблема таким образом не решится. И самое лучшее, что вы можете сделать для своей сестры, на мой взгляд, это поработать над собой. Поработать над собой и обрести больше внутреннюю свободу. Научить, например, свою сестру не избегать каких-то моментов, не обещать от них. Вот. Вот. На этом все. На этом все. На этом все. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Позвольте вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. 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 Продолжение следует...